Привет, друзья! С вами Travel Camel и я, Аня. И сегодня я расскажу вам 8 фактов и лайфхаков, которые помогут сделать ваше путешествие в Берлин легким и доступным. Факт первый. Добираться в Берлин лучше всего своим ходом. Туроператоры загибают нереальные цены на специальные туры, поэтому советую отдельно забронировать авиабилеты и отдельно отель. Факт второй. Немецкий сервисный визовый центр в Москве, на мой взгляд, очень удобный. Один из самых удобных среди аналогичных сервисов стран Евросоюза. В общем, дело все в том, что у них можно совершенно бесплатно распечатать все те бумаги, которые вы забыли распечатать. У них же можно сделать нужную правильную фотографию, ну и отпечатки пальцев они тоже снимают на месте, что тоже очень упрощает весь процесс подачи документов. Я уж не говорю о том, что вам могут даже заполнить анкету прямо за вас, прямо там за дополнительные 200 рублей. Факт третий. В Берлине два международных аэропорта. Оба принимают рейсы из Москвы, и добраться из аэропорта до центра Берлина, ну или хотя бы до окраины, достаточно просто. Прямо на выходе из здания аэровокзала вы увидите остановки, откуда и уходят автобусы в центр. Факт четвертый. Метро в Берлине предельно простое, и разобраться там, ну просто элементарно. Проще разве что подписаться на мой канал, и всегда быть в курсе моих последних видео. Понять, в какую сторону вам нужно ехать, действительно очень просто. Все указатели, все это элементарно, даже если вы никогда в жизни не были в метро, просто смотрите на указатели. Куда сложнее со станциями пересадок. Иногда, чтобы поменять линию, вам надо выйти из подземки, пройти несколько минут по улице, и потом снова спуститься. Но тут лучший совет, это просто следуйте за толпой, они вас непременно выведут куда надо. Факт пять. Когда вы окажетесь в метро в Берлине, вам может показаться, что за проезд платить вовсе не нужно. Никаких турникетов или контролеров на входе не стоит. Вы можете прям войти, сесть в поезд и поехать, куда вам надо. Но здесь есть свои нюансы, или как сказать, контролеры, в общем, тоже есть. Они ходят по вагонам, периодически они шифруются и ходят в штатском, и проверяют билеты, даже не у всех, а выборочно. Если у вас не будет билетика, будьте уверены, что вас живьем не отпустят, и выпишут вам штраф как минимум на 40 евро. Так что лучше подумать об этом заранее, все-таки купить билетики, которые продаются в специальных автоматах, которые выглядят вот так. Они стоят на каждой станции. Но вам нужно не только купить билетик, но и пробить билетик. И если уж вы нашли средства доехать до Германии, до самого Берлина, то не пожалеете 2 евро на то, чтобы прокатиться на метро. Или можете пройтись пешком. Там везде, в принципе, очень красиво, и станции расположены не так далеко друг от друга. Факт шестой. А еще на просторах интернета гуляют байки о том, что немецкие автоматы по продаже еды, воды или те же самые по продаже билетов на метро могут принять 2 российских рубля за монетку в 1 евро, а 5 рублей за монетку в 2 евро. Скажу на собственном опыте. Это испробовала, это фигня, ничего не работает. Факт седьмой. Вы можете совершенно бесплатно попасть в Рейхстаг. Мало кто об этом знает. К тому же вы можете пройти даже на смотровую площадку и посмотреть на город с высоты. Это очень красиво. Главное продумать ваш визит заранее. Для этого на сайте Бундестага, который я указала в описании к видео, вы зарегистрируетесь, укажете свое имя, фамилию, дату рождения и день, в который вы хотите посетить Рейхстаг. Через пару дней вам на почту придет подтверждение, которое вам нужно распечатать и вместе с паспортом в назначенный день подойти к зданию Рейхстага и вас пропустят наверх совершенно за бесплатно. Сможете походить, посмотреть вместе с другими туристами или даже заказать себе экскурсию, но это уже отдельно и на месте. Факт восемь. Бродить по городу, конечно, интереснее вместе с местными жителями, которые все знают, могут рассказать и показать. Но если вы пока не обзавелись с друзьями в Берлине, не стоит расстраиваться. Предлагаю вам воспользоваться услугами гриттеров. Гриттеры — это не профессиональные экскурсоводы, а, проще говоря, местные жители, которые проводят экскурсии для иностранцев. Будь вы один или в составе целой группы, вы можете найти человека, который совершенно за просто так, за спасибо устроит вам замечательную экскурсию по городу. В принципе, вы ничем не рискуете, платить ему не надо, и если вам что-то не нравится, вы можете раскладиться и уйти. Под видео есть ссылка на один из источников, где вы можете опубликовать заявку, чтобы найти такого непрофессионального экскурсовода. На сегодня это все. Но не забывайте подписываться на мой канал. Каждую неделю я публикую видео с самыми классными фишечками со всех концов света. Пока!